МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...человеком в Республике Крым Людмилой Лубиной и Борисом Рожиным, экспертом Центра военно-политической журналистики. Господа, ну, крымчане наконец-то уже дома. Экипаж российского судна «Норд», захваченный украинскими пограничниками, вернулся в Крым, все, кроме капитана. Людмила Евгеньевна, вы присутствовали при возвращении моряков. Какие были их первые слова? Ну, вы знаете, я немножко с вами не согласна, что мы обмениваем на преступников наш экипаж. Там были тоже... Людмила Евгеньевна, там прозвучало «в том числе». В том числе. Вы же юрист. Самые обыкновенные моряки. И та и другая страна до последнего момента не верила, что этот обмен совершится. Наш Норд уже в четвертый раз пытался пересечь границу России. И ожидали, получится, не получится. И, конечно, когда все-таки они перешли с нейтральной полосы, сели в автобус и их довезли, это, конечно, абсолютное счастье, что вот оно свершилось. Они ждали этого долгих семь месяцев. Они мучились, они волновались за свои семьи. И вот это свершилось. Это, конечно, в глазах такая радость. И когда они выходили, стали перед журналистами, мы, конечно, не могли сдержать слов. Потому что вот эти человеческие эмоции, это, наверное, та самая большая радость, ради которой стоило хлопотать, делать, добиваться. И все-таки это свершилось. Борис, а на ваш взгляд, вот этот обмен, действительно работа общественников, юристов, правозащитников или все-таки политическая воля обеих стран? Все зависело от нее. Ну, комплексно надо подходить. С одной стороны, мы видели работу посольства, которое занималось судьбой этих людей. Мы видели работу правозащитников, полномочных по правам человека. С другой стороны, мы видели конкретные действия, которые предпринимали силовыми структурами России, чтобы надавить на украинскую позицию, которая отказывалась первоначально идти на какие-то компромиссные решения. То есть, мы помним, посольство не раз предлагало, давайте обменяем этих людей. Но Украина полностью отказывалась. Соответственно, начались досмотровые мероприятия в Азовское море. В Керческом проливе, что, безусловно, сказалось на корректировке украинской позиции. Это как результат, да? Да, то есть, мы видели, что работа по нескольким направлениям в итоге привела к освобождению этих людей. Людмила Геевна, говорят, что основную роль в этой ситуации сыграла Нина Карпачева, которая, по сути, организовала процесс обмена, которая, по сути, через украинскую границу провела. А Денисова что? Украинский обусмен. Ну, вообще-то, вы знаете, я хочу сказать, огромную роль в этой ситуации сыграл наш глава Крыма. Потому что именно он, идея у него возникла, чтобы этими вопросами, когда, вот, Борис правильно сказал, не получилось у различных структур, у силовых структур, у дипломатов, чтобы этими вопросами занялись уполномоченные по правам человека. И согласование было получено на уровне президентов, что уполномоченные согласятся. И вот вы видели ту картину, когда просто скандалы поднимала Денисова, совершенно демонстрируя невозможность договориться. И кадры такие были, она и тюрьмы посещала, и все что угодно. И в итоге вот этот момент оказался полным провалом. Но, к сожалению, другие уполномоченные, уполномоченные Европейские институты уполномоченных и зампредседателя Нины Карпачева, они подхватили вот эту идею и довели ее до конца с украинской стороны. Здесь же у нас инициатором и всю ответственность на себя взял глава республики, который, ну, всю цепочку вот эту прошел как согласований, которое необходимо было. И вот получилось то, что получилось. Были за, против, были сомнения, всех были. Но самый главный результат, это здорово, что это получилось. Борис, когда вот задержали судно Норд, морякам не разрешали сойти на берег. Да, они, по сути, около 10 дней сидели рядом с гниющей рыбой, да, и воду, и пищу им приносили адвокаты. Вот российский консул, опять же, да, долго не мог попасть к ним. Это несговорчивость украинской стороны. Для чего она была? Чтобы накалить обстановку, так сказать, набить цену? Ну, изначально весь этот конфликт имел политическую обусловленность, поскольку то, что сейчас выведено в Воском море, оно возникло именно как результат провокации с Нордом. То есть Украина стремилась получить какие-то политические выгоды, начав арестовывать российские суда, российских граждан в международных водах. Естественно, когда появились последствия, они начали выступать, что Россия как-то мешает украинскому судоходству, начали призывать НАТО в Азовское море. Но это было как следствие того, что эта провокация пошла не так, а люди фактически стали заложниками вот этой политической линии. То есть они страдали фактически сначала из-за того, что именно Украина это цитила, а потом, что Украина упорствовала. То есть она не желала признать именно ошибочность этой линии. Но, опять же, принудили ее к этому, и она была вынуждена сначала освободить этих людей. Я думаю, рано или поздно будет освобожденный капитан, и будет решаться вопрос, опять же, с принадлежностью Норда. Но пока что судьба капитана под вопросом. Людмила Евгеньевна, вот есть ли договоренность обменять капитана Норда на украинского капитана задержанного? А такой договоренности нет. Дело в том, что капитаны и с одной, и с другой стороны были привлечены к уголовной ответственности. Горбенко за нарушение правил пересечения границы, а Новицкий, это украинский капитан, за незаконный вылов рыбы. Это симметричные такие действия. И в итоге, вот на сегодняшний момент у них правовой статус обвиняемый, то есть Новицкий еще обвиняемый, а Горбенко уже находится под судом. И вот для того, чтобы в дальнейшем каким-то образом обменять, а у нас все есть к этому моменты, во-первых, политическая воля, самое главное, вот то, что мы видели по остальной команде, есть какие-то у нас различные международные договоры, декларации и так далее, и тому подобное, являются и не являются стороны, но это неважно. И вот для того, чтобы обменять их капитанов, нужно какой-то симметрии достичь, или осудить обоих, или прекратить дело на какой-то стадии, и вести уже разговоры о их обмене. Ну, прецеденты, по сути, были, господа. Это прецеденты, и вот в особенности юристы, правозащитники это понимают. Я вот попрошу сейчас вывести на плазму нашу картинку по поводу прецедентов. Вот смотрите, да, что это высказывание крымской позиции, крымской стороны, одного из общественников, что наши моряки были задержаны по-бандитски. Согласны? Согласны, абсолютно, да. Как можно обменять людей невиновных на людей виновных? Вот хорошо, что люди дома, и я, безусловно, согласен с тем, что нужно использовать абсолютно все механизмы, что, собственно, и было сделано для того, чтобы вернуть наших моряков домой. Но это прецедент. По сути, действительно, людей невиновных, которые Украина просто захватила, которые не нарушили закон, только по отношению к капитанам возбудили уголовное дело, а их обменивать на людей, которые действительно нарушили закон. Ну, понимаете, говорить о правосудии украинском, да, и о том, что их признают невиновного нашего Горбенко, и добиваться этого правосудия, я думаю, что в Украине это не совсем перспективно. Ну, таким образом, они сейчас начнут каждого или через одного, да, допустим, россиянина, крымчанина в особенности арестовывать, да, и требовать обмена на своих каких-то там националистов. Вы знаете, у нас флот и работа пограничников получше, чем украинских. Поэтому счет нарушителей украинских у нас больше, чем помимо одного НОРДа. Вот у нас два судна было, Ямк задержанный, еще один, вот сказать, мы их меняли. В СИЗО у нас находятся два рыбака, которые пошли договариваться, нарушили территориальную границу, пошли договариваться с российскими рыбаками, украинцы, и так далее. Пограничники фиксируют эти факты, и все. Но я думаю, что, понимаете, вот вся эта ситуация, она приводит к эскалации именно в Азовском море, чего, собственно, определенные силы и добиваются. И я думаю, что чисто юридически, вот понимаете, та судимость Горбенко, которая будет на Украине, она не считается в России, и мы не будем признавать его судимым, несудимым, но пусть он уже пройдет эти круги ада, и чтобы лишь бы вернулся, понимаете, потому что человек хочет заниматься абсолютно мирным делом, рыболовством. А вот эта судимость, ну пусть она остается на совести вот того государства, которое это сделал. Я думаю, что это небольшого значения не имеет, потому что мы все прекрасно понимаем, что команда НОРД, и в том числе Горбенко, задержаны по политическим мотивам. Ну, я скажу, что не только Азовское море, а, наверное, в целом взаимоотношения России и Украины, да, а Крым... Ну, Донбасс у нас есть, Крым у нас есть. Крым и крымчане... Я сейчас говорю о вот этом моменте и попытках Украины сделать заложников из обычных жителей, да, которые так или иначе оказались на территории Украины. Борис, ну вот по факту получается, что экипаж выпустили на свободу еще 7 апреля, да, у них до этого забрали российские паспорта, моряки дважды пытались вернуться домой, у двоих это получилось через Белоруссию, оставшихся, да... Это был четвертый раз. Четвертый раз уже, вот. И все они мне дали выйти. Но с такой постановкой вопроса действительно можно через одного, если не каждого, кто едет на Украину или обратно попросту там арестовать. Получается, никто не может дать крымчанам никаких гарантий? Конечно нет. Мы знаем историю с задержанием активистов и волонтеров Победы, мы знаем о... До сих пор там осталась судимость, до сих пор там осталась. Да, мы знаем историю с задержанием двух военнослужащих вооруженных сил РФ на границе, которых выманили туда в рамках спецоперации СБУ. Были истории, когда моряков задерживали, которые ходили с рейсами в Одессу. То есть, естественно, крымчане, с учетом текущей политики Украины, они не защищены, то есть, опять же, эти вопросы надо учитывать при поездках на Украину, потому что, помимо открытых баз СБУ, где указаны там, условно, враги Украины, есть закрытые базы СБУ, где находятся списки людей, которых могут, хотя как минимум, задержать... Потенциальных заложников, да? Да, как минимум задержать, допросить, а как максимум задержать, допустим, на неопределенный срок и использовать потом для каких-то политических операций, допустим, набирать заложников для обмена того же Сенцова или же каких-то военнопленных на Донбассе. То есть, они же постоянно стремятся увеличить количество людей для обмена. Плюс, есть еще, которых задерживают диверсантов, шпионов на территории России. Опять же, их тоже надо обменивать. Для этого подойдут, как, допустим, военнопленные из Донбасса, и так какие-то захваченные российские граждане. То есть, по сути, обычные люди для Украины, разменный материал. Людмила Евгеньевна, вот касательно вашей ремарки в начале программы, да, я бы хотел вернуться к ней. Информационным поводом стал тот факт, когда власти Турции выдали Москве подозреваемых в шпионаже граждан России в обмен на освобождение Чайгоза и Умерова. Помните таких? Да, это факт был, конечно, шестер-клубертический. Этот пример, когда простых людей используют в роли разменного материала для того, чтобы своих адептов, запрещенного в России Меджилиса на тот момент, который, я уверен, Украина еще, наверное, отыграет и на них. И причем Порошенко на тот момент поблагодарил Эрдогана за участие в этом. Вы знаете, я не удивлюсь, что команду НОРД, Джимилев, Танчубаров хотели через Турцию бы обменять на своих адептов, как вы говорите. Не на рыбаков простых, которые здесь находились у нас на территории Крыма, а именно на каких-то русофобов, которые находятся сейчас за террористические акты или подготовку их где-то в застенках и так далее и тому подобное. И совершенно удивительно, чисто по-человечески, когда говоришь с капитаном Новицким, он говорит, да не меня вы задержали. Вот если бы вы депутата Верховной Рады Украины задержали, то тогда бы я, мне быстро бы обменяли. А я, говорит, своей стране не нужен. И поэтому я не удивляюсь, чтобы НОРД бы действительно разменный момент, и мы бы меняли бы там. А вот те другие задержанные на территории Украины, а некоторые уже осужденные, да, если, насколько я знаю, те же волонтеры Победы, да, и ряд других лиц, вот по ним работа ведется у полномоченных? Ну, вы знаете, вот упоминал Борис военнослужащих, которые затянули вот на нейтральной полосе, там спецоперация была, и вот их просто захватили, и все, когда они не пересекали границу Украины. Я считаю, что это вопиющий случай. Осудили их на 13-14 лет лишения свободы. Это 11 баранов из Севастополя, да, вы об этом говорили. Они уже осуждены, они переведены в Львовское СИЗО, а оттуда будут направлены в колонию. То есть они будут направлены в колонию на Западную Украину. И у меня сердце болит за этих людей, потому что, ну, какое отношение Украины к России. А реальная возможность помочь людям есть? Ну, я думаю, что мы будем менять вот всяких адептов, вот таких вот, как мы все слышали, Балуха, да, вот герой, чуть ли не герой Украины. Пусть он будет дважды герой Украины, но мы на нашего Одинцова и Баранова. Но они предлагали поменять его, вот их на, включить в партию обмена на Сенцова еще ряд лиц. То есть вот именно их туда. То есть они же, собственно, и захватывали этих людей, чтобы потом поменять каких-то тех людей, которых они пиарят. То есть они до этого делали ставку. Ну, началось все с Савченко. Да, с Савченко. То есть мы знаем, чем она закончилась. Сейчас они, опять же, героизируют всячески Сенцова. То есть, опять же, они пытаются набрать список на обмен. Его и еще отряд лиц, в том числе Меджлисовских. Я так понимаю, что таких лиц очень много. Вот я намереваюсь вообще список лиц крымчан организовать. Вот и Севастополь, и всех наших, потому что нас задерживали и депутатом Верховной Рады Крыма, вы знаете, и просто депутатом. Да, да, и там даже местных чиновников. И все чиновники, которые сейчас работают в органах исполнительной и законодательной власти, все судьи, наши прокуроры, они враги народа. Они знают, что с ними будут, если поедут на территорию Украины. А вот простые крымчане не знают. Господа, но то, что мы сейчас с вами обсудили, это лишь одно из направлений политической борьбы России и Украины, точнее, кураторов Украины. Еще одно – это ограничительные меры. И Россия, наконец, начала отвечать, ввели контрсанкции, под которые попали целый ряд украинских политиков и бизнесменов, некоторые предприятия, компания. А почему так долго ждали с ответными мерами, Борис? На мой взгляд, Россия долгое время пыталась напрасно договориться с украинскими элитами. Но проблема в том, что Украина не субъектна, она зависит от США и от других спонсоров государственного переворота 2014 года. Соответственно, все попытки России как-то прекратить войну на Донбассе, как-то найти какой-то компромисс, который бы привел к окончанию войны, какое-то переформатирование Украины, чтобы Россия получила какие-то свои позиции на Украине и Запад. Ну, практически так же речь обстояла. Но не получается. Уже мы видим, как Минские соглашения не работают, нормандский формат не работает. Мы видим постоянно ведущую войну на Донбассе позиционную. То есть люди гибнут практически каждый день, военные. Гражданские чуть реже, но гражданские тоже гибнут от снарядов, мин. То есть это продолжается и будет продолжаться, поскольку Киев неоднократно заявлял, что он не даст заморозить войну на Украине. Представитель США Волкер также заявлял, что война в 2018 году не прекратится. Как он заявлял, это была весна. Мы видим, сейчас уже скоро осень кончается, война не прекращается. Соответственно, видимо, в Москве дозрели до мысли, что мягкий режим общения не работает. Пора переходить к более действенным мерам. Вопрос, действенны ли это меры? Потому что на сегодня большая часть украинцев, в том числе которых внесли в этот санкционный список, они считают, что абсолютно ничего страшного нет. Режиссера попрошу вывести на плазму. У нас есть высказывание Турчинова, если я не ошибаюсь. Он сказал, касательно того, что... Тимошенко уже высказался. Каждый из них высказался. Напугали ежей, перефразирую, нижней частью спины обнаженной. По сути, так и получается. А чего добились санкциями? Это по факту. Тут можно как бы и задеть два метра. С одной стороны, понятное дело, что если бы санкции ввели в 2014-2015 году, эффект их был бы гораздо больше, потому что за этот период значительная часть фигурантов списка успела продать бизнес. Допустим, Порошенко свою липецкую фабрику передал в иностранный траст под контроль. Соответственно, три года назад эффект экономический был бы больше. Но даже сейчас, наверняка, часть людей из этого списка продолжает им вести бизнес с Россией. Может быть, не напрямую, но через, допустим, подставные конторы, фирмы прокладки. То есть какие-то активы, наверняка, есть и у силовиков украинских, и у части бизнесменов. То есть, в любом случае, экономический ущерб будет нанесен. При этом надо понимать, что санкции точечные. То есть они не направлены... Если бы России стояла цель ухудшить жизнь населения Украины, то были бы введены ограничения против украинских зарпичан, которые едут в Россию работать. И это бы гораздо сильнее ударило, на самом деле, по экономике Украины. Но все-таки Россия бьет скорее по украинской элите, так называемой, а не по населению. Но, тем не менее, как ни крутя, вот эти все финансовые схемы, механизмы, предприятия, завязанные на простых украинцах. Людмила Евгеньевна, вот вы как уполномоченный по правам человека, да, украинский народ обычных людей, да, которые к этим санкциям и политике самого государства отношения не имеют, все-таки коснется ведь? Ну, я думаю, что это коснется прежде всего простых граждан и ухудшит население обыкновенного украинца. Потому что абсолютно согласна, что за это время, пока мы вводили эти санкции, пока мы думали, успели умные люди на Украине, богатые, распорядиться своим имуществом, и их странцы и заструнут меньше. А что касается вот покупки, ну, во-первых, это сократит рабочие места, останутся многие без работы, потому что единственным сбытчиком, куда они сбывают, в Россию, да, и Россия является в списке самым первым деловым партнером Украины. Больше всего торгует Украина с Россией. И вот санкции по продовольствию, по сельскому хозяйству, по удобрениям, по химической промышленности не будет сбыта. Европе товары и продукты Украины совершенно не нужны. Как и сама Украина, вероятно. Как и сама Украина. Я напомню, вот кто попал под санкции, да, вот среди них это Поруби, Аваков, Грицак, Яценюк, Ярош, Тимошенко, которую в очередной раз уже объявили в том, что она рука Кремля, да, и что это просто для замыливания глаз ее фамилию внесли в список. Потом уже крымчане, да, наверное, уже бывшие все-таки крымчане, это Аброськин, Куницын, Джемилев, Чубаров, Сенченко тот же, да, они тоже попали в список. Туда же попал и сын президента Порошенко. Но сам Порошенко не попал. Вот, Борис, у меня вопрос, а почему Порошенко нет в списке? И Гройсмана, кстати. Ну, официальное объяснение уже получено, Кремль высказался так, что, ну, традиционно президентов не вносят в такие санкции. Ну, опять же, они ссылаются на опыт США и Европы, которые санкции против Путина не вводят, хотя введены санкции против всего военно-политического руководства страны. Хорошо, против президента не вводят, но против бизнеса президента, пусть даже неформального ввести можно. Есть бизнес у Порошенко на территории России? Формально, как заявляет Порошенко, такого бизнеса нет, потому что все свои активы он передал в управление другим структурам. И этим он избавляется от обвинений в том, что он продолжает вести бизнес в России. То есть это обвинения идут прежде всего на самой Украине. Но, опять же, наверняка есть какие-то схемы, по которым, опять же, госорганы России могут добраться до каких-то активов Порошенко на территории России. Я уверен, что есть вопросы притязаний Порошенко на активы, скажем, Севастопольского морского завода. То есть это неочевидный элемент санкций, то, что вот эти претензии, выдвигаемые, скажем, Ахмедовым по поводу конфискованной собственности на территории Крыма, теперь эти санкции блокируют, потому что эти активы в любом случае заморожены, и он никак не сможет их пытаться вернуть через какие-то международные правовые механизмы. И Порошенко в том числе не сможет этого сделать. Людмила Евгеньевна, если говорить о санкциях, вы юрист, да, и, понятное дело, что это, наверное, крайние меры, когда в диалоге государств. Но, тем не менее, как считаете, необходимо ли расширять санкционный список и вводить дополнительные санкции по отношению к Украине? Пока не поздно, потому что 2014-2015 год, мы уже опоздали. Ну, я хочу сказать, зависит от того, какие это санкции. Можно так ударить по Украине, что вообще население и вся экономика просто рухнет. Дело в том, что, допустим, Россия поставляет 86% всех нефтегаза на Украину. Всего 16% добывается на Украине. Ну, послушать украинскую сторону, Киев, они без газа без проблем проживут? Ну, они уже живут замечательно. У них уже нет горячей воды, а отопление крайне экономят, поэтому это очень сложно. Та же электроэнергия, если мы ТВЭЛы перестанем выпускать для их атомных электростанций, то половина Украины останется без света. Вот если эти санкции ведут, то, конечно, они уничтожат экономику Украины, Украину саму, и, естественно, люди Украины будут в совершенно тяжелейшем положении. А против остальной, наверное, массы населения, которые имеют взаимодействие, ну, я думаю, что по принципу Майдана там вводили все-таки, да, вот те, которые русофобски настроены больше всего, лица. Ну, там есть потенциал для расширения. До кого можно было бы добавить, на ваш взгляд? Ну, во-первых, не все командиры батальонов, вот этих добровольческих прав, связанных с националистическими организациями, которые действовали на Донбассе. Там есть ряд лиц, на которых, во-первых, заведены уголовные дела, связанные с обстрелами на Донбассе, то есть это военнослужащие вооруженных сил Украины, то есть там есть генералы-полковники, которых еще нет в этом списке, но которые есть в списках Минюста, Следственного комитета, так как люди, ну, которые подлежат уголовному преследованию, если оно окажется в поле зрения. Это немножко другое, это уже политический санкция. Но эти люди имеют также, то есть это тоже небедные люди, то есть генералы на Украине, как правило, связаны с различным бизнесом, то есть, ну, как легальным, так и нелегальным. Но не даром у них склады горят. Ну, опять же, вопросы торговли, нелегальной торговли оружием, они решаются функционерами Министерства обороны Украины, то есть этот бизнес, он простирается за пределы Украины, то есть, естественно, Россия может пытаться распространять свою юрисдикцию, на другие страны, через которые этот бизнес может происходить. То есть, в этом плане есть целые направления деятельности, которые могут спокойно расширяться путем дополнений к постановлению правительства. И, соответственно, по представлению госорганов они могут водиться, скажем, ну, раз в квартал, как вот США водят, они сказали, будем водить против России санкции раз в 2-3 месяца. Понятно, нам нужно составить график и водить санкции. Ну, надеюсь, что наши контрмеры заставят Киевскую верхушку пересмотреть свой курс, а простые люди перестанут быть разменной монетой в их политической игре. Господа, вам спасибо за беседу, зрителям за внимание. Встретимся на следующей неделе в это же время в прямом эфире и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова